Я понимаю, что крайне неуважительно к Израилю, к Иерусалиму уделить 3,5 минуты до новостей, если четверти часа, но тем не менее, Евгений, уж простят меня израильтяне, я задам этот вопрос. Вот, присовокупляя ситуацию с Турцией и добавляя то, что вы пишете в своей книге о том, что нынешний президент Ирана Ахмадини Жад верит в апокалипсис и что бы не шарахнуть-то ядерной боеголовкой, которой, я так понимаю, пока у них еще нет, но потенциально эта страна близка к разрешению этой проблемы. Всем понятно, что в Израиле это есть и есть давно, но все делают вид, что этого нет. Я хочу понять, и что дальше вот о Иерусалиме? А ничего страшного. Вы знаете, евреи за последние 5 тысяч лет насколько привыкли к этим ситуациям, но они сидят в готовности ударить по Ирану, если надо. Там гораздо хуже, это Египет и Турция, потому что Новый Египет это возможность войны на Синай. Этим ребятам, которые в парламенте, вот этим братьям-мусульманам и салафитам, которых еще вчера не было вообще, а теперь у них от четверти до третьего места в парламенте, в двух палатах. И где армию перемалывать? С кем в войне на своей исламской революции, кроме как с Израилем на Синай? Да негде и не с кем. Айтала Хамейни в иранскую революцию получил от Шаха нелояльную естественным образом Айталам армию. 8 лет войны Иран и Ирак перемололи, все замечательно, после этого можно было спокойно править, вот у вас корпус стражей исламской революции, армия и не пикнет. Да и ситуация потенциального конфликта с Турцией из-за шельфовых месторождений газа и нефти между Израилем и Кипром. Учения же прошли, вот Греция, Кипр, Израиль, Соединенные Штаты, а Турция вводит корабли и начинает бурить у берегов северного Кипра. В свое время Эрдоган сказал, настолько ли велики запасы в восточном Средиземноморье, чтобы из-за них следовало воевать. Мы подтвердили, это было месяца два назад, настолько. И вот для Израиля это гораздо хуже, чем потенциальная война с Ираном, которой, ну, будет война, ну, будет война, уже деле. Израиль в этой войне не в первый раз воевать. Ну, жизнь такая, не хочется, конечно, ну, как 14-й год. А чего вам с этим сделать? Гюнтер Аграс, что ли, попросить, чтобы он новое стихотворение написал теперь в отношении Ирана, и персы бы отказались от идеи уничтожения Израиля, ну, не откажутся, идеологии не могут. Жалко.